Портал в 13 век Средневековые рыцари гордились качеством, внешним видом и хорошим состоянием своей экипировки, которая укрепляла репутацию. С помощью доспехов, одежды и вооружения рыцарь демонстрировал свой общественный статус. Этого сражения рыцари ждали целый год. На прошлом турнире один из них, проигравший, решил восстановить пороганную честь и вызвал соперника на повторный поединок. Год изнуряющих тренировок, а результат все тот же. Я французский рыцарь, мессир Готье Дебриен, владение Дебриен, вассал графа Шампани, один из главных вассалов. Собственно, я устроил этот турнир когда-то тогда, на 13 веке на Каримской перешейке. Пока рыцари сражались, вокруг них текла вполне мирная средневековая жизнь. Торговцы и ремесленники, бродячие музыканты и нищие, лекари и инквизиторы, обитатели средневековья. Крюки под ребра – очень интересный инструментик. Просто втыкаем людям под ребра с двух сторон. Затем с помощью лебедок, естественно, поднимаем человека. Инструменты средневекового лекаря, призванного облегчить страдания, к примеру, раненого на турнире рыцаря, мало чем отличались от орудий пыток. Это щипцы для выдирания зубов. А если там какие-то части зуба остались, мы потом берем долото. Берем, ну, представим, что это молоточек, работаем молоточком под долоту, и части зуба вынимаем маленьким пинцетом. Военных столкновений сейчас приходилось ампутировать части тела. Используется для этого такого рода пила. В качестве обезболивания либо использовалось какой-то предмет, обвернутый материи для удара, соответственно, по голове, чтобы человек, пациент, как бы не реагировал на эти болевые ощущения, либо много вина. Пока средневековые лекари учились лечить раненых в сражениях, оружейники создавали оружие, способное разрушить и погубить целое города. Этот ребюшет – противовесная осадная машина. Собственно говоря, появились они в Европе где-то в районе 7 века. Видимо, пришли из Китая с дикими, невоспитанными варварами, которые очередной раз кочевали откуда-то оттуда. Ребюшеты были очень разные. Это у нас совсем уменьшенная копия. То есть реальный нормальный размер этой кромысла был порядка 10 метров. Защищать рубежи своих владений умели в Средневековье и русичи, которые отправлялись в походы. Вооружение русичей состояло из легкого доспеха, называемого кольчуга. Шлемы были разной формы. Щит и топор. Так как меч – это было оружие уже более таких богатых людей, и меч – это значит показатель статуса. В основном это копья, топоры и палки. Изготовлением доспехов занимались мастера-бронники. Примерно вот так, вручную. Собирали тысячи металлических колечек в непробиваемую броню. Доспех кольчужный, состоящий из многих тысяч колечек. Это доспех ламеллярный, состоящий из отдельных пластиночек, вот таких вот, да, каждая из которых связана с соседней посредством кожного шнура. Вот так вот он собирается. Вот. И доспех клепанопришивной уже практически в законченном виде, то есть это у нас тут представлена спина такого доспеха. Вот. Он состоит из пластин, которые имеют общее основание. Вот так вот мы его перевернем, чтобы было видно нашим зрителям. Вот. И каждая из пластин, вот я вам показываю, помимо того, что прикреплено двумя заклепками, еще вот так вот изломим, пришито кожаным шнуром. Такие доспехи, заботливо изготовленные мастером, конечно, доставались только знатным воинам, собирающимся в поход. Нелегка кольчуга княжи-воина. Вот так вот они, наши русичи, и ходили воевать с врагом. Неповторимой атмосферой средневековой жизни, подаренной агентством исторических проектов «Ротоборцы», гости фестиваля «Риттервек» могли наслаждаться до позднего вечера. В этом году фестиваль собрал больше любителей путешествовать во времени, чем в прошлом. Быть может, через год путем «Рыцаря» пройдут еще больше неисправимых романтиков. Татьяна Сташенко, Евгений Половинкин. День города.